это удивительно и безусловно очень впечатляет что наши фигуристки с сезона 10 11 выиграли все финалы юниорского гран-при победное шествие начала долина сотникова и заметьте в первые сезоны все четыре фигуристки тренировались у разных наставников а долина сотникова буяновой юлия лепницкая у итери тутберидзе елена родионова уина гончаренко и мария сотского у светланы пановой а уже затем сезона 14 15 началась эра итери тутберидзе и здесь конечно двоякая ситуация потому что с одной стороны приятно что команду итери тутберидзе настолько сильная что фигуристки из этой группы выигрывать турнир за турниром но с другой стороны разнообразие тоже никто не отменял и вот это начало пути когда все четыре фигуристки тренировались в разных группах представляли нашу стану и выигрывали это конечно было тоже здорово так собственно прогресса работает когда есть конкуренция очень жаль что другие наши тренеры не могут показать подобных результатов хотя возможно фигуристки сергей давыдова рано или поздно тоже выстрелит однако если мы перейдем главной теме в следующем сезоне юниорского гран-при мы столкнемся с такой ситуацией что одна фигуристка владеет раны макселем более того уже разочивает четверной луц возможно еще какие-то четверные прыжки в корее сейчас фигуристки достаточно сильная возможно появится какой-то талант из японии и собственно чем будем отвечать мы потенциально на этапу юниорского гран-при из группы итери тутберидзе будет претендовать как минимум пять фигуристок это камила валиева дарья усачева майя хромых алена канышева и ксения чистякова из группы светланы по новой наконец-то по возрасту будет подходить анна фролова также возможно снова будет участвовать ксения синицына возможно кто-нибудь еще по прошедшим соревнованиям первенство россии старшего возраста мы могли оценить валиева усачева и хромых и что здесь можно сказать ну во первых странным образом точнее не странным скорее всего для того чтобы исправить проблемы с приземлением тройного луца я тогда еще заметил что камила стала стабильнее прыгать свой каскад тройна луц страна тулуп сегодня же в произвольной программе этот луц был вообще с неясного ребра чуть ли не с неверного и это мы говорим о фигуристки которая никогда не имела проблем с неверными ребрами да у нее постоянно были проблемы с приземлением она много падала до перехода катари тут берется но не всегда были правильные ребра и на луца и на флипе и видимо единственный шанс чтобы камила стала стабильной на каскадах это нарочно прыгать тройна луц с неясного или с неверного ребра это конечно вариант это лучше чем падение или стоп аут но тем не менее это очень не здорово второе владение коньком и скольжание камила по этим параметрам уступает практически всем нашим фигуристкам и это мы говорим о фигуристки которая потенциально будет номер один нашей сборной в следующем году но имеется ввиду по юниор чем тут можно брать очень неплохой короткой программой и вращениями но камила также на полу исполняла тройной аксель но опять же это на полу сможет ли она прыгнуть его на льду вот это вопрос было бы конечно здорово если бы она смогла но пока это не ясно если мы поговорим о мая хромых и дарью сачевой у обеих фигуристок также проблемы с ребром на тройном луц но только если в случае с камилой у нее не было этих проблем то у даши и ума и они были всегда на наших местных соревнованиях их конечно прощают за неверное ребро но будут ли прощать на международных конечно лена канашева если она добавит скорости и получит вот эту магию тари тут беред за может стать очень компонентной фигуристкой несмотря на то что у нее проблемы с музыкальностью по владению коньком среди юниорок она теперь лучшая в группе тари тут береду что уж говорить про ее роскошный луц ксения чистякова также очень хороший трена луц и неплохой потенциал но это все разговоры тут и она фролова может выстрелить но если мы говорим о явных фаворитах за которых вот не будешь переживать какие бы спортсмены из других стран не выступали бы на конкретном соревновании и пока так выходит что таких фигуристок нету и будет очень обидно если вот этот рекорд начатый еще в 2010 году больше не будет существовать очень бы этого не хотелось о конкретных составах на юниорской гран-при поговорим чуть позже а так конечно остается надеяться что кто-то из этих юниорок вот в этом межсезонье выучит рену аксель либо четверной прыжок и и